Не таки, как мой Бог, среди Богов, славь Его. Знаете, я очень и очень рад быть не только здесь, а жить в это время. Рад, потому что все-таки удивительные пути Божии, а они, эти пути невозможно просчитать. Кто-нибудь когда пытался просчитывать Бога, мы хотим ему навязать свои идеи нашего просчета, как мы это видим. И хотим, чтобы он действовал на наших условиях, ни в коем случае на его условиях мы как-то действуем, мы делаем что-то, но не совсем мы хотим проследить, что он делает. И задать вопрос не почему ты это делаешь, а как это ты делаешь. Вот как это ты делаешь так, чтобы все состоялось. Мы так думаем, вот это должно произойти, это, а другое, от этого мы просчитываем. И даже карантин. Наша Верховная Рада, она просчитывает, каким образом люди будут выходить из карантина. Вроде бы все прочитали. А богослужения прочитали по-своему. Ну что сказать, я же не могу винить их в том, что у них есть опасения. Опасения в том, что люди все-таки будут собираться на праздники, особенно скоро, праздник, который очень и очень важен для христианского мира, рождения церкви. Мы говорим о том, что Троица называют, мы называем это Пятидесятница или Шавуот, а они называют это Троица. Не знаю, причина Троицы, либо, ну понятно, что сошел Дух Святой, это третья личность Божьего естества. Но здесь интересно, что мы, как Божий народ, должны помнить разные даты. Даты, которые Бог дал нам в празднике. И Шавуот является Божьим праздником. Не нашим. Не то, что мы захотели, собрались, а потом не захотели, не собрались. Захотели, почитали, захотели, поспали. Бог говорит, это мои праздники. Отсчитывай от Песоха 50 дней, 49 дней. А потом у нас есть Шавуот, особенный день. В этот день Господь даровал Израилю путеводитель жизни. Я так говорю, это Тора, мы говорим это заповеди. Путеводитель. Потом, конечно же, они были расширены, объяснены, растолкованы, усвоены. Но знаете, у меня очень интересный такой сегодня подход. И говорите буду о чем-то интересном. Потому что, когда Всевышний позвал народ к горе, и потом говорит, поднимитесь, они говорят, слушай, это хорошо, нам это не надо, иди сам послушай, что Он тебе скажет, и скажи потом нам. Вот здесь момент такой. Я говорю тему, вы поймете, о чем я буду говорить. Держите твердое «да» на просьбы свыше. Или же так, да, конечно, Боже, да. То есть, держите свое «да» так ответственно, потому что эти пожелания или просьбы свыше идут каждому из нас. И есть в Израиле поговорка. Хазак – это мац. Что значит здесь? Будь силен и крепким. Чтобы держать свое «да», нужно быть не просто логически сформированным в голове, что ну да, ну да, слово «держи». Пацан сказал, пацан сделал, да. Но не так нужно. А вот слово «да» – оно несет в себе потенциал ноши. Ты несешь то что-то ответственное, за которое ты сам, как человек, должен бороться. Против своего «не хочу», против своего «не знаю», «а не получилось», «ой, и что-то так оно, не так оно клеится». И это послание очень серьезное ко всем людям, которые нас смотрят. Потому что это касается нашего выхода. Два дня назад Израиль праздновал особенный день. Кто помнит? День Иерусалима. В шестидневной войне в руки израильтян вернулся Иерусалим. После двух тысяч лет такого нееврейского состояния, да, вдруг сверхъестественно Бог дает обратно Израилю его дом. Не только здесь, я говорю, землю. А я думаю, что Иерусалим – это является тот дом, где Бог общался, где Бог действовал, где Бог проявлялся, где происходили многие чудеса. Там Иешуа явил себя, там и он был распят, там же он воскрес. Так что Иерусалим возвращается в руки евреев. И по этой причине в 90-м году Израиль сделал закон, чтобы праздновать, да, 28-го иара, этот день, День Иерусалима. И это очень важный день, и евреи празднули, и мы должны праздновать, потому что возвращение из Иерусалима в руки евреев – это некое пророческое обещание Богу восстановления последнего времени, и для нас это должно быть знамением важным в нашей жизни. Ну, и я всех поздравляю с этим праздником возвращения Иерусалима евреям, хотя он делится на восточный и западный, еврейский и мусульманский. И знаете, при всем этом, после вот этих долгих и долгих лет, почти там 20 лет, евреи на сегодняшний день имеют в своем Кнессете представителей, которые отстаивают точку зрения. Помните, как Ишуа говорит, Бог обращается и говорит, мой дом назовется домом молитвы для всех народов. И они пытаются повлиять на весь мир для того, чтобы иметь возможность молиться на храмовой горе. Это возвращение Иерусалима, да, к храмовой горы, чтобы там, на том месте, святом месте, можно было молиться всем народам, и особенно его народу. Вот это очень интересный момент. И я даже слушал комментарий один, один из раввинов сегодняшнего времени, который участвует в восстановить, как бы называется, институт храмовой горы, он в шестидневной войне был просто сержантом, который боролся за освобождение Иерусалима. И когда они были на храмовой горе, подошел к ним один из штатской одежды, иорданец, и говорит, хотите, я покажу вам храмовую гору? Он говорит, ну хорошо. И он, когда и шел, он говорит, вот на этом месте раньше стояла святая святых, на этом месте было вот это, на том месте другое. И этот человек спрашивает вообще, а зачем ты, не еврей, нам все это показываешь? А он говорит такие слова. Наши отцы и отцов наших отцов говорили, в один день эта гора будет в руках евреев. И это означает, что храм будет построен. И я хочу начать маленькую лепту восстановления храма. Конечно же, мы, как верующие люди, вешуа, мессия, мы понимаем, что мы тоже являемся этим храмом Божиим, Дух Божий живет в нас, и внутри нас должно быть святое святых, то место святости, поклонения, трепета перед Богом, да? И потому что все жертвы уже принесены за нас, мы в искуплении. Но самое важное, что это уже происходит. Израиль – это место Божьего присутствия. И я хочу дальше сказать, что через неделю мы будем праздновать Шаваот. Радостное время. Время, когда мы будем славить Всевышнего. Как я уже сказал, одни будут говорить, это Троица, да? Но еврейский Шаваот – это время, когда Бог дал нам закон. То место, где Бог дал нам милость и благодать. Закон, который защищает нас. А все-таки для нас, рожденных свыше, Бог дал особенное время. Нисхождение Духа Святого. Сила, которая дала нам возможность благовествовать. Та сила, которая дала нам надежду. И это Дух Святой, который научает нас, направляет нас и делает нас целостными. Этот праздник, вот, даяние, который мы надеемся, что мы все-таки соберемся здесь, на этом месте, где мы будем говорить людям, что врата нашей синагоги, да, нашего места открыты, чтобы праздновать этот праздник. И сегодня, после ослабления карантина, да, знаете, фактически, это первое наше собрание служения и общения, хотя оно ограничено количеством людей. Мы ограничены, но это возможность пообщаться, это возможность видеть друг друга, это возможность действовать дальше. Карантин — это время божественного испытания веры и отношений. Вот я еще раз повторю, карантин — это божественное время испытания нашей веры и наших отношений. Не только между людьми, а отношения, отношения ко времени, которое только у Бога есть. Вы заметили, что ты не можешь ничего сделать, у Бога свое время, ты с этим никак не можешь поспорить, его не остановить. Если бы кто-то хотел бы остановить, невозможно его остановить. Отношения к служению, которое у нас ограничено, а наши люди хотят уже везде служить, и где мы возможно, где невозможно, только дайте мне что-то делать. Отношения к ближнему, которые у нас есть, они важны, они близки вокруг нас. Отношения к изучению Писания, карантин — это лакмусная бумага, где как раз проявилось, насколько мы усидчивы к изучению Писания, потому что Библия говорит, человек, который изучает, тоже похоже на дерево, которое посажено у потока вод, посажено, да, на карантин, на место. Изучай слово, действуй, смотри, углубляйся, расширяй свои пределы, цвети, благоухай, если скажут в квартире, ага, только надо включить иннезатор такой, да, чтобы хороший свежий воздух был, да, отношение к общине, которая у нас, как бы, открывается возможности, посещать и так далее. Как сегодня сказали, не думайте отсидеться дома. Это не означает, что нужно взять и рвануть прямо в общину, чтобы теперь будем собираться. Давайте мы будем благоразумны, мы будем общаться с нашими лидерами, будем записываться в наш служебник, потому что ограниченное количество и все-таки ограниченные правила для собрания сегодня существуют от Кабмина. Поэтому пишите на страничку или там же Лоре звоните или лидерам ваших, на какое время вы будете собираться. А я вам немножко объясню, потом как мы будем собираться и где мы будем собираться. Все эти отношения сводятся к одному простому, единственному вопросу. Что мне делать, чтобы спастись? Карантин. Отношения ко всем этим вещам, мы начнем задавать все вопросы, да, и потом к одному простому моменту. Что мне делать, чтобы спастись? Знаете, почему я говорю это? Потому что вчера у нас, эра в шаббат, у нас были еще с утра молодые люди, которые друзья наших детей. Кто-то уже родителями стали, кто-то уже детей имеет. Они попросились к нам в дом, чтобы отпраздновать день рождения своей дочки. Там было где-то человек 8-10. И в наших разговорах они начали говорить, Рэбе, ну вот расскажите, вот чего нас посвятила такая вот ситуация, такая-то, эти карантины, эти ограничения. Похоже, что мы сами себе яму роем. И это страшно. Это мне, мой муж говорит, он мне пугает, что мы все умрем. Все умрем. Я говорю, ну конечно, в один день это произойдет. Когда-то это должно произойти. Но не сейчас. Но вот такое, в страхе. И я как раз вот говорю, что делать, чтобы спастись? Вот карантин открывает или этот вирус, момент такой в голове у людей, что делать? Последнее время Христос придет. Или же это начало тебе сейчас на голову наклеить его номер Антихриста. Какой-то вакциной запустят тебя, и ты будешь зомби-ящиком, каким-то ходящим во тьме, как проказа. Друзья, пускай этот страх отойдет от вас. Вот поверьте, потому что я, о чем я говорю, я это наблюдаю очень часто у людей. Ведь это время карантина у большинства людей и верующих в Бога смешалась с различными программами, которые они смотрели. Нет собрания, хорошо в интернет. В интернет разные истории, разные. И знаете, конечный как бы вывод каждой там истории, страшных историй, к тому, что евреи опять все мутят. Гейт, Шмейтс, Рошвальд, Шмошмонт и там с этими всеми 3G, 5G, 7G скоро, да? Ну, слово G я не знаю для кого-то. Гаджеты или все гаджеты, да? Вот момент здесь очень сложный. Опять конец тому, что хотят чипировать, владычествовать, это все искусственно сделано, специально, чтобы людей сделать рабами. Друзья дорогие, что-то мы много сильно говорим о том, что мы не знаем, вместо того, о ком мы знаем, мало говорим. Мало говорим о спасении людям, посещении людей, которые больны, помощи людям, давать им благовестие, говорить им добрые слова, что Бог рядом, Он не оставит, Он и говорит те прочие слова, которые есть, которые дают надежду. А выходит, что мы людей пугаем до смерти. Все, уже нельзя выходить никуда, никуда не пойдешь, ничего не делаешь. Слава Богу, что у нас 30-го числа уже будет свадьба, а то могли бы запугать молодых людей, что не надо жениться, да? Им нужно уже все, надо собираться, умирать, купи себе гроб, потому что завтра уже не настанет. Зачем? Зачем? И вот я не отрицаю того, что то, что происходит в мире, возможно, это некая такая дорога, или как вот карта, где идет к тому, что мы идем к концу. Я понимаю, что это возможно. Я не отрицаю того, что таки, да, это какой-то исход, какие-то предпосылки идут к тому, что Мессия скоро придет, скоро последнее время. не коронавирус, латмусная бумага последнего времени, а Израиль. Израиль. Смотрите на Израиль и вы поймете, когда это время происходит, потому что об этом говорится в Писании. Изучайте Библию, смотрите в Израиле, что происходит. Возвращение евреев, восстановление ситуации, которая в Израиле, спасение самих евреев в Израиле и во всем мире, вот это является тем окном, куда нужно смотреть на будущее. Пока нету никакой вирус нам не помеха, пускай это не будет нашим барометром, да, но я знаю точно, что мы должны двигаться вперед. Но перед нами на самом деле стоит особенная задача. Я говорю сейчас всем верующим, которые живут в Украине, кому послаблен уже карантин. Да, этот карантин, который послабили, зависит фактически наше возвращение к необычному образу жизни. Потому что, я вам скажу так, как было раньше, не будет. С сегодняшнего дня все поменялось. Вы посмотрите, буквально через месяц, через полгода, через год мир уже будет немножко другим. Мы не сможем вернуться обратно. В 3G уже никто не возвращается. Вы понимаете, да? Все говорят, это уже отстой. Все, что было в прошлом, это уже плохо. Мы движемся вперед. И я за то, чтобы община и люди, которые верующие в Бога, которые пережили эти 62 дня карантина, могли бы благоразумно возвращаться. страна спокойно своими шагами возвращается к привычному образу жизни. С надеждой, как я уже сказал, что все вернется на свои пути. Мы опять начнем зарабатывать, мы начнем опять тратиться, отдыхать, и все остальное. Черноморск, Одесса, все готовятся к повальному такому посещению наших туристов. На, нам нужно готовиться, но так не будет. Нам нужно готовиться немножко к другому, как верующим людям. Возможности благовествовать. Возможно сказать людям добрую весть. Постепенно возвращение богослужением, конечно же, наш Кабмин позволяет, но неизвестно на 100%, когда мы сможем все собраться. Вот если вы посмотрите на этот указ, один человек на 10 квадратных метров, здание, но не сказано, когда мы полноценно можем собраться уже. В других местах там уже самолеты будут летать в середине июня уже, да, то есть в самолете можно 300 человек запхать там, как бы, один возле другого, а вот здесь ограничения для богослужений различных конфессий, я не только говорю за наших, различных, когда это откроется. И все же, запомните, в следующую субботу мы будем иметь два служения, и вы знаете, адрес, где проходит наша молитва, и первое служение будет на 11 часов утра, и второе служение на 13 часов. Конечно же, бы очень хотелось, чтобы наши дети приходили, но мы могли разделить, чтобы первое служение, могли дети прийти, утром встали, все пришли, там мы провели с ними, второе, это более такое, да, свободно, без детей, как бы, чтобы это меньше нагрузок было. и самое важное, что еще мы сообщим, возможно, друзья, возможно, если мы наберем количество людей достаточно, да, вот, чтобы покрытие первое, второе служение, если даже скажут люди, а мы хотим прийти, мы будем приглашать вас на очень неординарное собрание в пятницу вечером. Если у нас молодежь скажет, наша, которая женится, а когда же мы купу будем ставить? На, как бы, ночью, да, там, в полночь, жених пришел, да, и построили хупу в полночь, но все сделал, молодежь сделает. Если, это будет эра в шаббат, свечи зажжем, сделаем как нужно, традиционно, это очень важно. Если кто-то, опять же говорю, если список у нас увеличивается, потому что наши люди, все-таки, количество у нас большое, а размер нашего собрания и помещения не так много, может вместить до 50 человек, это максимум, который мы позволяем здесь с расстоянием, то безопасного расстояния, которое предлагается к обминам. Но сегодня тронут тему возвращения из карантина и чем оно обособлено. Луки, 7 глава, 40 стих. Послушайте, очень интересное место, потому что никто не понимает, что там происходит. Вообще не понимает, что вообще, зачем нужно было так говорить. Обращаясь к нему, Ешуа сказал, Симон, я имею нечто тебе сказать. Симон поворачивается и говорит, говори, Ребе, о чем? Мы понимаем, что они разговаривали. Самое важное, Ешуа не просто говорит ему. Бывает, бывает такое, ты идешь, а человек болтает с тобой, даже не спрашивает, и говорит, я тебе хочу что-то сказать, просто болтает. Ты думаешь, ко мне говорит, кому-то другому. Да, вот так. А здесь конкретно, и поэтому я говорю эту тему. Когда идет разговор свыше, нам нужно быть, открыть свое ухо. Нам нужно открыть свое сердце, потому что Ешуа обращается, говорит, Симон, Шимон, у меня есть тебе что-то сказать. И тот говорит, говори. У них просто начинает болтать. Симон, 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 да, 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 да. А он ему сказал, слушай, а я не понял, ты ко мне говорил или к кому? А Бог обращается сегодня к каждому из нас, к каждому, каждый член общины, каждый вечный человек должен понять, что Бог к нему обращается. И он не нарушает нашу, как сказать, вот личную, личную сферу, наш круг наш, да. Он говорит, хочешь, мне есть что-то тебе сказать. Ты готов услышать? И нам нужно иметь возможность сказать да. Почему я говорю об этом? Кто из вас вырос в обществе, а мы все в таком обществе выросли, потому что я замечаю это у наших многих-многих, на 99% людей, следующую тенденцию. Мы выросли в обществе, где нужно упрашивать. Кто из вас был в такой ситуации? Вы приходите кому-то в гости, там, забежали чуть-чуть, а тут говорят, чаю хотите, там, чуть-чуть перекусить. Он говорит, да нет, да нет, да нет, я спешу. Он говорит, ну нет, так, нет, так как бы так. А внутри думаю, ну еще раз бы спросил. Я такой голодный, особенно когда, особенно когда студенты, да, вот так. Мы как будто скромничаем, но знаете, похоже, что нас должны уламывать. Ну пожалуйста, съешьте пирожок, сядь на, на горшок, извини, на этот самый, то есть на пенек, съешь пирожок. И так говорит, ну и пожалуйста. И мы такие, да нет, мы не голодные, так мы так сыты, у вас все здесь, а внутри бурчит и так далее. И тут говорят, ну ладно. Облом какой-то. А еще раз, ну еще раз спросили бы, да. Я замечаю такие вещи, очень часто у наших людей. Вы меня простите, я всегда обращаюсь ко всем, ко всем, те, кто смотрит нас в интернете, вот себя дома, потому что вас тоже надо уламывать. И мы, мы как будто говорим хорошо, но внутри, а каким-то образом вырывается нет. Знаете, особенно интересно смотреть людей, которых спрашиваешь и просишь их, давай помолись в микрофон за больных. Я. Да нет. Особенно, а давайте посетим там людей, когда возьмем и просто позвоним, посетим. А что говорить? И вот смотришь на людей, когда ты просишь что-то сделать. Иешуа делает очень простой шаг. Симон, у меня есть тебе что-то сказать. Это говорит, ну говори. Ишь, Бог сегодня в лице многих из нас просит что-то сделать, что-то, к чему-то прийти. И такое чувство, ну, когда вот, знаешь, потому что мы видим, как служители, друг к другу, Самсонов, Давидов, там, Петров, там, Иаковов. Мы видим людей, которые способны действовать. И ты думаешь, знаешь, что этот человек способен что-то особенное, и ты говоришь, пожалуйста, приходи, поучаствуй. У тебя есть способности, у тебя есть талант, у тебя есть призвание. И тут начинается, тогда-то нет. Как будто, знаете, как будто нужно где-то клизму вставлять. не стоит. И для меня это как бы удивление. И знаете, когда я думал об этом, я говорил Богу, Боже, а почему люди себя так ведут? Вот почему, Боже, как люди себя так ведут, когда их просишь помолиться, посетить, пойти благовествовать, вести домашнюю группу. Потому что мы видим их способности. Я просто думал, и потом вдруг мысль приходит. Знаете, я не буду говорить голос Божий, это иногда опасно говорить, когда ты говоришь, Бог сказал. Мысль приходит в разум мой, мысль, и как бы сердце отождествляется, такие как бы слова. Они не умеют говорить да и держать слово даже до смерти. Аж у меня передрогнуло так. Сказать Богу да, держать это слово да, и если нужно даже будет умереть за это да, за твое призвание, люди вдруг боятся этого. А вдруг не получится. А вдруг я подведу кого-то. И вот этот страх, он делает человека парализованным. Внутри оно будет да, а снаружи влазит нет. Я был удивлен тому, что Богу нужна наша твердая да. как бы я почувствовал, услышал, как бы они не могут дать свое твердое да. Я говорю, неужели тебе это нужно? Он говорит, да, мне это нужно, потому что без этого да у нас не может быть отношений. У нас невозможно будет иметь эти отношения, как молодые люди, которые женятся, да, они друг другу говорят и в радости, и в горечи, и в трудностях, и в болезнях. Я говорю тебе да, даже до смерти, я говорю тебе да, до конца. И поэтому, я тайну говорю вам отношения Машиха, его общины, отношения между мужем и женой, да, посвящение надолго. 2 Коринфянам, 1 глава, 17 стих. Имея такое намерение, Дарав Шаул пишет, легкомысленно ли я поступил? Или что, предпринимая по плоти, предпринимая, как будто у меня то да-да, то нет-нет. Мы к этому вернемся. Знаете, он говорит, что вы думаете, что я поплоти, так все это делаю, то-то-то да-да, то-то нет-нет, извините, пожалуйста, я ничего не готов. Он говорит, подождите, у меня есть намерение. Я дал обещание Богу, и, конечно же, на этом пути, путешествую к вам, там, да, у меня будет препятствие, у меня будет кораблекрушение, возможно, меня ограбят, а там перечисляется, да, меня могут побить, но это не мешает мне идти к той цели, к которой я сказал, да. Бог призвал, я отозвался, и я иду, несмотря на те все обстоятельства, которые меня окружают. были ли у вас такие чувства, как я уже говорил, вас попросили на обед, а вы такие, ах, ну ладно, я не голоден, ну без меня обойдетесь, без меня обойдетесь. Ну, нет так нет. В Одессе очень просто, нет так нет, но и бывает больно. Я помню, когда у нас, как бы, в начале нашего служения вели библейскую школу, мой брат с женой приехали, были у нас, и Татьяна говорит, хотите там перекусить с нами? А мой брат говорит, да нет, мы не голодны. Они хотят там, мы не голодны, как бы все. Татьяна говорит, ну нет, нет, мы сели кушаем. Они такие. И потом мы разговаривали, и Наташа говорит, мы поняли, если вы просите один раз, если хочешь кушать, садись. Вы понимаете, о чем я говорю, да? И после, вот сейчас нам не нужно упрашивать моего брата, ну да, будем? Все, сели быстренько, и вперед. Если ты хочешь, будешь делать. Когда мы упускаем возможность быть участником Божьего дела, и говорим нет тому, что Бог дает нам возможность сделать, и быть Его инструментом в жизни других людей, возможно пробуждение, а возможно быть просто инструментом для исцеления кому-то, тогда мы приходим домой, да, и начинаем горько себя судить. Если вы представите себе, что то предложение, которое вам дается, и Бог дает это через людей, что вы можете стать инструментом для проповедия Евангелия, для чего-то исцеления, для просто ободрения, что Бог хочет использовать вас как инструмент, и когда вы отказываетесь от этого, то приходите домой под чувством такого, надо было все-таки сделать. Мы казним себя за отказ. Я бы хотел спросить, почему, когда нам нужно сказать да, мы говорим нет или подумаю. Слово подумаю, это уже отказ. Да, еще помолюсь, еще помолюсь, да. Писано, что будьте готовы на всякое доброе дело. Когда? Когда помолюсь? Или когда высплюсь? Не, не, доброе дело. Потому что, я сейчас скажу, если у меня есть такие записи, да, доброе дело, потому что никто не будет вас приглашать в Божие дело, то есть в Божие служение на зло. Ни у кого не будет, у верующего человека, сознание пригласить кого-то в служение, чтобы потом ему зло делать. Вот я тебя приглашаю, чтобы сделать тебя дьявол, или там, чтобы какое-то зло через тебя действовать. Никто не будет это делать. Ситуация просто происходит, где нужно бороться с такими вещами. Но ситуация здесь как раз в чем? Мы комплексуем, стесняемся, мы не готовы, мы не умеем. Была старая такая поговорка. Не умеешь. Научим? Как там? Не хочешь? Но мы заставить не можем. Мы не можем заставить, потому что Дух Святой побуждает к этим действиям. Но не можем. Какова причина? Бог использует людей для приглашения в участие грандиозных событий. И не обязательно это должно быть голосом свыше. Вставай. Возьми постель свою, иди и служи. Не будет такого. Чаще всего это приглашение. Кривлян, 8 глава, 30 стих. А кого предопределил, тех призвал. Кого призвал, тех кого? Оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Чтобы ты был оправдан, призван, вернее, оправдан, прославлен и приопределен, тебя должны позвать. И Бог зовет нас, чтобы мы получили свою радость. Знаете, очень интересный момент в Деянии Апостолов и с Павлом происходит. Но он описывает это Тимофею. 2 Тимофея, 4 глава, 11 стих. Павел пишет, Равшил пишет Марку, Марка, возьми, вернее, Тимофея, Марка, возьми и приведи его с собой, ибо он мне нужен для служения. Вы скажете, а в чем здесь интерес? Какая ситуация? Возьми, возьми Марка. Он говорит, Тимофею, я прошу тебя, возьми Марка с собой. Марк, мог бы отказаться? Мог отказаться? А кто понимает, почему Марк мог отказаться? В чем была бы проблема? И конкретно у многих людей такие есть вещи. Я вам скажу, почему. Потому что часто, когда говоришь, давай, ты послужишь с этим человеком, поедешь туда, он говорит, я с ним не буду ездить. Он говорит, я не буду с ним ездить, потому что ненадежный такой, мы в прошлый раз были, он меня подвел, и тогда он туда-сюда. У нас такое, не буду с ним служить, не хочу с ним служить, и все. Есть такое? И оправдание есть. Послушайте, Павел, несмотря на то, что Марк стал камнем раздора между Варнавой и Павлом, Марк стал этим камнем раздора, потому что и Варнаву, и Павла, Дух Святой, призвал к служению. Он открыл это в Деянии Апостола, говорит, позовите мне, они нужны мне для служения. И вдруг, эти два напарника, имея еще одного человека, как ученика, из-за которого пошла ссора, и они разделились. Как вы думаете, Марку было больно? А Павлу? И Павел, и Марк приходят к одной важной части. Слушая Бога, Павел говорит, Тимофей, приведи мне Марка, он нужен мне для служения, он нужен, я хочу, я хочу, чтобы он послужил мне. Значит, что-то в нем было особенное. А Марк не сказал, а теперь он нуждается во мне. Ага, пойду я. Пускай особенно мне приглашение сделает, пожалуйста, вышлите мне по адресу, на электронную почту. Абсолютно. Я читаю вам. Деяние апостола 15, глава 39 стих. Отсюда произошло огорчение. Так что они разлучились друг с другом. И Варнава взял Марка, отправился на Кипр. Вот как обиделся, хрохнул дверью. Аж на Кипр уехал. С Марком. Интересно. Как часто нам должны напоминать каждому из нас мы призваны к служению? Вот задайте вопрос. Как часто вам нужно, чтобы кто-то напоминал, ты призван, Света, ты призвана к служению? Ты призвана к служению? Розан. Розан. Ты призвана к служению? Как часто нам нужно напоминать такие слова, как новый народ избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые его дел, дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный наш свет? Или в свой свет? Как часто нам должны это напоминать? Наверное, каждую неделю. Потому что мы где-то заблуждаемся, где-то мы в своей суете забыли, что мы призваны, что нам нужно что-то делать. И поэтому я говорю, наше «да» Богу, которого мы слышим свыше, должно быть твердым, серьезным, посвященным. Каждый из нас призван на доброе дело. И когда нас приглашают в служение или послужить другим, когда нас просят участвовать в добром деле, нам нужно помнить, что никто, не делая Божьего дела, не будет приглашать вас на злое. Не будет приглашать вас на добро. Мы строим Божье царство, служа друг другу людям, которым мы несем благую весть. Мы царство Божье здесь строим, чтобы его, Евангелие бы достигло всех людей. И все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков. Когда мы что-то делаем в нашем служении, делаем малое, да, как Наталья Якова, зажигает свечи на миноры, и это как символ шабата, это часть, которая посвятила, и никто не скажет, может сказать, не надо делать, это мое посвящение, мне Бог сказал, да, и Бог говорит, до конца моей жизни я могу это делать, потому что есть ответственность. По этой причине давайте мы всегда будем готовы на добрые дела, а не только, когда нам скучно во время карантина. Знаете, нам всем стало скучно, что мы в четырех стенах начинают писать, уже не могу дождаться, когда выйдем из карантина. Ага, давайте, когда выйдем из карантина, не будем думать, когда мне уже отдохнуть? Непонятные качели. Мы соскучились по служению. Так пусть снятие карантина не станет поводом для развлечений. Я хочу еще раз показать. Мы соскучились служить, да, мы хотим что-то делать для Господа и для людей. Доброе. Так пускай снятие карантина и ограничений не станет поводом для развлечения. Ведь этот карантин показал, что мы можем служить людям. Мы можем служить людям. Кто-то нас смотрит там в прямом эфире, я вам скажу, что произошло. За это время карантина с участием членов общины мы смогли послужить примерно 350 человек и 90 процентов из этих 350 человек это неверующие люди, которые были открыты, чтобы к ним принесли паёвка или медицинское как бы пособие, поддержку и просили, чтобы за них помолились. Они открыты были до проповеди в Англии. А мы об этом не говорили, мы не глашатали, не поднимали баннер «Идёмте это сделаем». Мы смогли это сделать за время карантина. Мы воспользовались ситуацией для того, чтобы постучать к людям и сказать, что Бог их любит. И если я буду писать сегодня те истории, где люди плакали и говорили «Неужели это возможно?» Бог нас слышит. И молились на улицах, молились по домам, люди были довольны, они просто были в шоке от того, что кто-то ещё о них помнит. Это очень интересно. Римлян 10 глава 15 стих. Итак, и как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующий мир, благовествующее благое? Как говорить, если их не будет послать, не посылать не будет никто? А как послать, если ты не призовёшь? А как призвать, если человек не будет слышать? А как слышать, если не будет Слова Божьего от Бога? Ишуа говорит Пётру, «У меня есть что-то тебе сказать». Он говорит, «Ну хорошо, слушаю, говори». И Бог говорит, «Я хочу от тебя твёрдая да». Твёрдая да. Если нам Бог вручил такое важное дело для Царства Божьего, тогда у нас ответственность сделать это дело на все сто процентов и со стопроцентной радостью, друзья. Радостью. Иеремия 48, 10 «Проклят, кто делает Господне делает небрежно». Я не буду сейчас проклятие, жизнь человека в Новом Завете, но Писание говорит, что человек проклят. То есть неблагословлён тот человек, который делает Господне дело небрежно. Он не будет иметь успеха. А так, лишь бы, а ладно, сыграю аккорды, а ладно, посещу людей. А ладно, встану за камерой. Ну ладно, мне прозят, ну хорошо, в носу поковыряюсь, где-то послужу в других местах. Не надо ни в носу ковыряться, ни в других местах. Лучше иметь отношение с Богом. Вы можете сказать, а какой вообще прок? Вообще, какой прок для меня посещать людей? Потому что я пугаю их иногда. Зачем мне это делать и приходить на молитву, потому что я не успеваю на молитву. Вот как я заработался, не успеваю. Быть на благословении или благовестии. Ой, время, воскресенье, в других местах, пятница, вы что, у меня просто не хватает времени для того, чтобы это делать. Помогать в служении. Если я не буду на сцене, то остальное там провод потянуть, ну не, ну что, какое-то пренебрежение, ну вообще, я и что, лох, извините за выражение такое, я и что, прохожий вам. На всевозможные мероприятия, когда мы делаем, помогать. То поставить стулья, то забрать стулья, то их разместить. Иногда так люди думают, какая мне вообще отсюда благословение, какая вообще пустая трата времени, потому что у меня и работы не хватает, и ко всему еще времени, чтобы найти работу, и чтобы накормить свою семью. Знаете, хорошие аргументы. Для верующего человека и как бы забота о семье очень важна. Я понимаю, что это критическое время, особенно сейчас. Работы очень мало, нужно восстанавливать многие вещи, но я хочу показать нечто в Писании, что твое «да» и твое посвящение никогда не будет пренебрежения у Бога. Посмотрите, 1 Тимофея 4,8 «Ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Интересный момент, что благочестие, оно имеет в себе благословение и здесь, на земле, и приготавливает тебе нечто в будущее. Когда мы говорим «да», тогда наше дело, которое мы делаем в Божьем Царстве, оно будет иметь успех. Прежде всего, благочестие – это дело сердца, не просто какая-то часть святости, мы как-то с иронией относимся к этому слову благочестие, но это желание или действие сердца, когда мы направлены, от всего сердца мы делаем. Благочестие означает дать пространству божественному, «да». То есть, ты чувствуешь призыв от Бога и ты на этот призыв, Божий призыв, говоришь «да», Господи, я буду это делать. Мы охотно многое откладываем на далекое будущее, а стоит действовать сегодня. Сегодня принимать просьбу от Бога и говорить ему «да». Просьбу от простых людей и говорить «да». Нам нужно учиться. «Упражняй себя в благочестии», советует Рав Шаул Тимофею. Это означает, что благочестие не приходит автоматически, само себе, по рождению. Родился святым, родился с благочестием, какой благочестивый ребенок. Понимаете, да? Благочестие это то, что мы приобретаем, это то, что мы делаем, мы работаем над чем, заставляем себя, я скажу так, потому что, говорит, упражняйся, делай привычным для себя то, что создает пространство между тобой и Богом. Ты должен это создать. Благочестие то, что ты создаешь в отношении с тобой и с Богом. Открывать для себя в этом нечто особенное, решение в пользу Господа. Благочестие это именно означает упражняться, открывать возможность, где Бог будет тебя использовать и говорить ему, да, упражняйся в верности. Это упражнение верности, благочестие. Уже сегодня Господь может благословлять тех, кто старается быть благочестивым в этом непростом мире. Вот один из примеров, я хочу, я почти заканчиваю уже, извините, что я так, может быть, тяну это время, но я хотел бы донести каждому из нас, кто нас смотрит в эфире и тех, кто здесь находится, особое понимание, что Бог дает призыв. Не ты мне нужен, скажи да. Если нет, тогда я не обижусь. Это тебе нужно, для твоего благочестия, для наших отношений. И я говорю, что история, мне очень нравится, что благочестие, оно приносит свой плод, даже когда очень тяжело, когда кажется, что нужно умирать, ничего нет, никакого выхода. Это история с Елисеем. Помните, есть очень много историй разных, особенно с довой, которая помогала ему. Четвертая царствия, четвертая глава, второй стих. И сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала, нет, у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с Елеем. Представьте себе, у меня ничего нету, кроме Елея одного. Одна бутылка Елея, насколько нужно было его дорожить им? Для чего? Да, Стул, стол, мука, вода, что здесь? Ничего нету. Ничего нет, кроме Елея. Знаете, история очень интересна, потому что все помнят ее, те, кто верующий, и читали Библию, но это история обеспечения. Когда она была открыта на добрые дела, потому что Елисей дальше говорит, и скажи, типа сказал ему, то есть своему слуге, скажи ей, вот ты и заботишься о нас. Вот ты и заботишься о нас. Почему эта женщина захотела заботиться о пророке? Наверное, там было слово, да, от Бога, чувство такое, надо ему, чтобы он позаботится о нем. Что сделать для тебя? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с выначальником? Она сказала, нет, среди своего народа я живу. Говорит, мне ничего не надо. Абсолютно. А если бы это было сегодня в Новом Завете, в новосовременной такой христианстве, ты заботишься о каком-то человеке, а он какой-то очень важный, да, а потом говорит, ну что тебе сделать? Поговори с президентом. Ну это точно, мне нужна квартира. Квартира, квартира нужна. У меня детский сад, у меня просто детский сад закрыт, а мне нужно детский сад или там еще что-то такое, да. Мы, какие мы быстрые сразу на реакцию. когда говорит, у меня есть связи, поговорить о тебе, мы можем сразу раз и сделать. Она говорит, подожди, среди своего народа живу, чего мне, ну, выделяться? Все, что у меня есть, это елей, не елей, а масло оливковое в одном фружере. Он говорит, попроси у всех остальных своих соседей. Как только она собрала посуду у соседей, Бог дал обеспечение в виде елея. И пока было куда лить, елей не останавливался. елей обеспечил их едой и покрыл их долги. Когда она сказала да в своем благочестии перед Богом и делать доброе дело человеку, несмотря что там уже как бы смерть дышала им в затылок, Бог выходит навстречу. Сверхъестественно. И как мы помним, пророк сказал продать им елей. Заплати все свои долги, возьмите все еды. И так стало. Когда мы говорим, что Божье дело, оно не стоит внимания, благобестие или же ответ да Богу даже до смерти не стоит благодарности, то есть оно неблагодарное дело. Я хочу вам показать, что Бог всегда выйдет навстречу. Покроются твои долги и будет тебе что есть. Помните, что послушание лучше, чем жертва. если мы будем читать еще, когда Бог звал, то можно сказать, что у людей есть огрубевшее сердце, ухо, которое не слышит. И говорил Господь Монасий к народу его, но они не слушали. Иногда люди слышат, что ты говоришь, но они не слушают, что ты говоришь. Бог и говорит к людям, они понимают, что касается их, но они не слышат этот призыв, поэтому нет ответа. Я думаю, что нам нужно подумать, что дальше делать. Пусть наша твердая да будет непоколебимым, и наши слова будут твердыми. В Царстве Божьем наши слова и дела важны не только для нас самих, а для людей, которым мы служим. Здесь не о тебе речь идет вообще. Это твой инструмент для того, чтобы достучаться к другому человеку. Мы знаем послание к евреям, 13 глав 2 стих, но и посторонним не забывайте проявлять радушие. Это еврейский период и новозаветов это Штерна. Поскольку поступая подобным образом, некоторые, не зная о том, оказали гостеприимство ангелам. Кто знает, где-то тебя попросили принести там пакетик с едой, да, или там еще посетить людей. Вы пришли туда, откуда вы знаете, там встречали ангелы. Вы послужили этим людям, послужили ангелам, как и Авраам служил. Есть ответ там, и там у Авраама был ответ. И каждому из вас Бог даст ответ, если мы не знаем, что мы делаем, не зная то, что мы можем послужить людям. Но будут слова ваши да-да или нет-нет. Все, что сверх того, этих слов, отлукаво, что это имеется в виду? Если мы говорим Богу да, тогда не ищите оправдания. Почему как бы это потом вы не можете что-то сделать, или вы не можете довести до определенного момента? Это, я думаю, что это уже лукавое сердце. Пускай будет да, ты можешь это сделать, делать да, а если нет, скажи, я не могу это сделать. Будь откровенен. А потом не иди домой, но если вы попросили мне еще раз, я бы сказал бы да. Не стоит, абсолютно не стоит. Потому что Ишуа делает один очень интересный пример. И с этим я уже заканчиваю. Последнее место я заканчиваю этим. Потому что это притча. А как вам кажется? Как вам кажется? То есть дать определение. У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал, сын мой, пойди сегодня работай в винограднике в своем, в моем. Как часто это бывает? Бог говорит, дети, пойди, мой виноградник, поработай немножко. Там есть, что собирать. Там урожай хороший есть. Но он сказал в ответ, не хочу. Нет, не хочу вообще, не хочу работать. А после раскаявшись, пошел. Подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, иду, государь. И пошел. Да? Нет. И не пошел. И не пошел. Который из двух исполнил волю отца. Говорят ему, первый, Ишуа говорит им, истинно говорю вам, что мы, три блудницы, впереди вас идут в царство Божьей. Уметься в виду, для простых людей и для тех, кто только недавно пришел к Богу. Если вы вспомните свое такое юное христианство или вера, вера, да, мы были готовы делать многое. Потому что мы знали, что это будет не для нас хорошо, а для людей. И когда мы выросли, мы где-то уже начали перебирать. Мое сегодня послание очень простое. Пускай твое да Богу на призыв Божий будет твердым, крепким и решительным. Не бойся, когда тебе предлагают служить, помогать, молиться, петь, играть. Значит, нужно учиться, конечно, всему этому. Не бойся быть ответом для многих людей. Пускай твое да будет твердым и непоколебимым. И вот в момент выхода из карантина пускай наше да Богу будет не для того, чтобы потом развлечься, вышли из карантина и опять гулять душа, а чтобы мы могли сосредоточиться над тем, что мы могли послужить людям. Поэтому сейчас мы встанем в наши ноги, помолимся. Я хотел бы, чтобы мы помолились за тех, кто в интернете смотрит нас, чтобы мы, выходя из карантина, вышли из него духовно, психологически и физически. выход должен быть благоразумным, степенным и, будем говорить так, законопослушным. Мы не должны быть, как я говорю, рвануть, как барана на новые ворота, смотреть на все эти дела и рвануть в открытые двери. Но наоборот, рассудительные, решительные, действующие и благоразумные. Потому что перед нами новое время, новая эра, новые возможности, новое место и новые горизонты. Я верю, что это хорошее время для нас наступает. Аминь. Если возможно, возьмите за руки. Хотя, дистанция здесь у нас такая рекомендованная, и все же мы как дети Божьи помолимся. Отец Небесный, во имя Ишуа, Сына Твоего, мы не только собрались в этом месте, но также в наших домах, в наших странах, в наших городах. Мы благодарны, Господь, что Ты, Бог наш, есть Бог на всяком месте. Твои обетования, они да и аминь. Для того, чтобы нас вдохновить, нас поднять, дать нам надежду, дать нам позитив от жизни, даже когда кажется, что все просто рухнуло. Боже, я прошу для каждого из нас твердое да. А если мы сомневаемся, дай нам не распинаться, почему, или по зачем, или откуда, чего мы не хотим делать. Либо да, либо нет. И чтобы мы знали, когда мы говорим да, то наше да сопровождается благословением. Ты нас не оставишь, Ты нас не забудешь. Господь, Ты нас обеспечишь, и Ты, Господь, дашь нам свободу. Господь, Боже, мы благодарим Тебя за каждого, кто смотрит нас в прямом эфире. За каждого, кто здесь. Твое исцеление, Твоя благодать, она пускай не сходит на каждого человека, и Ты прикоснешься и исцелишь. Мы сейчас молим Тебя за маму Розы и Виктора. Боже, поисцели ее в больнице. Господь, тот недуг с ее ногами, Боже, и с ее телом, Боже, Ты исцеляешь прямо сейчас во имя Ишуна Зарета. За Иру, Канаеву, Господь. Мы молим, чтобы Твое исцеление было тоже на ней и почки, и здоровье, Господь, где-то чувство, как будто что-то не так. Боже, Ты даешь благодать исцеления прямо сейчас. Мы не забудем и не устанем молиться за это. За каждого, кто, может, не дал о себе знать, но нуждается в этом, особенно в мире, в семье, между детьми, между мужем и женой, на работе. Боже, дай работу тем, кто потерял ее. Восстанови тех, кто, может быть, ошибся, или их выкинули из рабочего места. Господи, пускай наши люди будут тем, теми, на кого можно положиться и позовут на работу. Боже, обеспечение Твое пускай будет в Твоем доме. Милость и благодать, Господь, над каждым из нас, потому что мы нуждаемся в Тебе. Пускай наше да будет да. Мы благословляем друг друга именем Бога Враама, Цаха Якова. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя, Господь, светлым лицем Своим, помилую Тебя. И да обратит Своё лицо, Господь, на Тебя и даст Тебе мир, шалом, твой дом, твою семью, твой разум, твой дух и в Твое окружение. Выходя, выходи. Лех-Леха. Пускай этот выход будет победоносный для Тебя. Во имя Ишу Зазарета. Амин. Евых и Хадонай, ваишмареха, яхаредонай, панавалеха, вихонеха, и садонай, панавалеха, висемалеха, шалом. Вишем Ишу Машихинум. И кажется, скажет, Амин. Субтитры создавал DimaTorzok